В Беларуси выросла средняя зарплата. В мае она составила 1861 рубль. Для сравнения, в апреле было 1795. В целом по стране самая высокооплачиваемая отрасль – информация и связь, куда входит IT-сфера. Здесь заработки достигают 5000. На втором месте – финансовый сектор и страховой бизнес – около 2800. В профессиональной науке и технической деятельности платят 2295. Беларусь планирует вдвое увеличить поставки своих грузов через порты России. В прошлом году страна перевезла при помощи морской инфраструктуры 8 миллионов тонн товаров, в первую очередь калийных удобрений и нефтепродуктов. Сегодня список значительно расширяется. В него входят древесина, продукция металлургии, автомобили и многое другое. За пять месяцев 2023-го в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 172 миллиона 700 тысяч рублей. Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90 процентов платежей перечислили организации и предприятия города. Индивидуальные предприниматели свыше шести, физические лица более трех с половиной. Бобруйск-Агромаш планирует развивать сотрудничество с Кубой. Аграрии с Острова Свободы заинтересованы не только в поставках новых видов сельскохозяйственной техники холдинга, но и оригинальных запасных частей для своевременного обслуживания белорусских машин. Также прорабатывается вопрос о создании сборочного производства за рубежом. В Бобруйске 7 июля с 10 до полудня пройдет электронная ярмарка вакансий. Сыскателям работ, в том числе молодежи, предложат ознакомиться с вариантами и условиями трудоустройства, а также направить резюме и получить консультацию. Подробная информация на сайте службы занятости.